Всем привет! В последние дни об актрисе Сама Яслямовой, завоевавши награду за лучшую женскую роль на 71-м Каннском кинофестивале, написали многие СМИ. Ошеломительную славу девушке принесла роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцова «Айка». В поисковике Google по запросу Сама Яслямова «Айка Каннский кинофестиваль» выдает порядка 40 тысяч упоминаний. Новость о том, что фильм российского режиссера Дворцова получил награду в номинации «Лучшая женская роль» и ее исполнительница Сама Яслямова в тот же день вышла во многих ведущих СМИ России, в том числе на федеральных телеканалах «Россия-24» и «Первый канал». Краткие новостные заметки о победе Яслямовой в Каннах появились на новостных лентах «Вести.ру» и «Лента.ру» на сайте НТВ. Итоги Каннского кинофестиваля были озвучены многими международными СМИ. О Сама Яслямова упоминается в сюжете телеканала «Евроньюз». Первой наградой была объявлена «Золотая пальмовая вид» за лучшее исполнение женской роли и обладательницы ее к большой радости россиян. Стала актриса казахского происхождения Сама Яслямова, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцова «Айка» о тяготах жизни молодой женщины из Киргизии, пытающейся выжить в Москве. Никогда еще российская и казахская актриса не получала подобный приз в Каннах. Это, безусловно, повод для гордости, написала киновета Ксения Сахаровна в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Позже у самой Сама Яслямовой взяли небольшое блиц-интервью корреспонденты Рия Новости. Она рассказала, как работала над фильмом «Айка». Самое главное было сделать то, что хочет режиссер. Надо было просто идти и делать то, что делает персонаж, идти по его мотивации. Это самое главное. Ты не обращаешь внимание на камеру, потому что в каждой сцене есть своя цель. И ты думаешь только об этом, рассказала актриса. Отметим, что Министерство культуры РФ поздравило актрису Сама Яслямова с получением приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Поздравляем Сама Яслямова, исполнительница главной роли в фильме «Айка». И все, кто работал над лентой, спризнан за лучшую главную роль на Каннском фестивале. «Айка» – это социальная драма, названная по имени ее главной героини. Лента повествует о жизни в Москве молодой нелегальной мигранты из Киргизии. Фильм снят при поддержке Минкультуры России и был одним из двух представительницей России в основной культурной программе «Семь с первого Каннского кинофестиваля», говорится в сообщении Министерства культуры РФ. В 2011 году окончила актерский факультет. Еще во время учебы в ГИТИСе в 2008 году Яслямова сыграла в фильме Сергея Дворцова «Тюльпан». Картина завоевала главный приз в конкурсе «Особый взгляд Каннского кинофестиваля». По словам отца Яслямова, она никогда не хотела стать актрисой, а мечтала быть журналисткой. Сама является первой актрисой на постсоветском пространстве, выигравшую приз Каннского фестиваля.